Привет! Сегодня у меня на канале гость Александр, он, как и я, из Сибири. Александр химик и микробиолог по специальности, и сегодня он поделится своей историей на пути к мечте, о том, как он попал в Австралию и какой нелегкий путь он для этого прошел. Ну а чтобы узнать немножко больше про мою историю, после просмотра этого видео, обязательно переходите по ссылке в описании на канал Саши, где мы тоже записали совместное видео. Ну, а мы начинаем! Саш, расскажи, пожалуйста, свою историю вообще, вот как ты сюда попал, сколько лет ты здесь уже находишься? Ну, история у меня длинная. В Австралии нахожусь я 10 лет, с января 2013 года. Но до этого я прожил один год в Новой Зеландии. А вообще я переехал из Иркутска. Земляк? Да, сибиряк. Восточная Сибирь. Слушай, ну вот вопрос такой, наверное, банальный, но все равно интересно. Вот что тебя сподвигло на переезд? О, ты знаешь, у меня родители ученые, и они меня покатали по заграницам, по всяким конференциям. Вот. И потом так получилось, что мы прожили полгода в Германии, 98-99 год. Тогда я первый раз задумался вообще, что как-то можно жить по-другому. Там, ну, как бы уровень жизни, все такое. Я 10 лет еще варил эту мысль в голове. И потом просто решил, что пора принимать активные действия, там, закрыл свои хвосты какие-то, там, защитился и переехал. То есть у меня была такая эволюция мысленная. Слушай, вот ты так просто прямо сейчас говоришь, защитился и переехал. Наверняка это был целый процесс, да? Насколько это было сложно? Ну, переехать или защититься? Переехать. Защита я примерно представляю. Да, это, наверное, безумно сложно. Кстати, какая у тебя специальность? Я закончил 5-летнее образование в Иркутске. Диплом у меня химика-аналитика. Кандидатская по микробиологии. То есть ты защитил кандидатскую? Да, я защитил, представил тезисы 27 декабря 2011 года. И ровно через 2 месяца я уехал. Было как раз, типа, 29 февраля. Защита кандидатская, да, я могу себе представить, точнее, я даже не могу себе представить, как это сложно. Но все-таки давай про переезд. То есть насколько это было сложно? Как ты вообще, как ты попал в Новую Зеландию, да? Да. Ну, я готовился сначала переехать в Австралию. Готовил, там, сдавал IELTS, прямо читал все эти форумы. Вот, я сдал IELTS не на очень высокую оценку, типа 6,5. Это моя оценка. Да, у меня, типа, самая высокая была 7,5 там за спикинг, что в таком самой низкой, 6, ну, как-то так. Вот, и потом, я это было в апреле, а где-то в июле 2010 года, если не ошибаюсь, подняли, как обычно, каждые полгода требования к IELTS. И я, как бы, немножко пролетел. Мне не лень было сдавать IELTS еще раз, потому что это дорого, и в другой город приходилось туда ехать бы. Вот, поэтому потом к своему, как бы, счастью, наверное, я открыл для себя программу, называется Silver Fern Job Search Visa. Это такая виза на 9 месяцев, открытая рабочая, которую правительство Новой Зеландии разыгрывает каждый год. Там квота, по-моему, 450 с чем-то мест. То есть, что нужно сделать, ты просто в определенный день и час садишься за компьютер, заполняешь форму и кликаешь apply, 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 пока эта форма не загрузится. То есть, никакие документы, ничего не надо? Ну, потом, если ее принимают, то ты должен дослать уже IELTS, медицину, там, все остальное. Типа лотереи. Тебе повезло? Да, мне повезло, я был, конечно, неимоверно счастлив, принимая внимание, чтобы со всего мира, там, десятки или сотни тысяч людей пытаются заплавиться, а квота очень маленькая. Слушай, потрясающе просто. И где-то минут через 40 долбежки, просто обновляешь, apply, обновляешь, apply. Вот, и у меня получилось, у меня высветилось заветное сообщение, вот, и так я попал в Новой Зеландию по открытой рабочей визе. Суть ее в том, что ты приезжаешь, находишь работу, а потом переоформляешься уже на нормальную рабочую визу или на пиар. Как тебе на Новой Зеландии? Как сейчас в Австралии, в Голдкосте, только еще здесь посуше и получше. То есть, я могу сделать вывод, что тебе все-таки не очень понравилось там, да? Или у тебя то, что была мечта жить в Австралии? У меня была изначальная, у меня изначальная была мечта в Австралии, в Австралию переехать. Точнее сказать, у меня была мечта жить в нормальной, как бы в теплой стране с высоким уровнем жизни, вот. И я выбирал тогда между Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Европу, Штаты я не рассматривал, вот, потому что, ну, как-то не зашел мне этот образ жизни. И я подумал, что в Европе ты всегда останешься как бы не своим, там ксенофобия достаточно на высоком уровне. И Канаду я как бы не особо рассматривал, потому что из Сибири в Канаду переезжать. Там климат, наверное, похожий. Да, шила на мыло, я хотел в тепле жить. Я задолбался, когда там 9-10 месяцев в году холодно. И переехал в Новой Зеландию, но мне не удалось там закрепиться, найти как бы постоянную работу, получить визу. И, в общем, мне пришлось подаваться на пиар в Австралию. Ты досдавал IELTS? Я получил спонсорство штата Западной Австралии. Они принимали IELTS минимум 6. И со спонсорством штата еще даже быстрее происходит рассмотрение заявки, чем если идти на Skilled Independent. Если не ошибаюсь в номерах, это 189-е, по-моему, это Skilled Independent. А 190-е это уже под спонсорство штата. У меня такая же виза, я до сих пор не могу запомнить, какая из них. Да, я не помню точно, но я почитал форумы, что независимая иммиграция там может занять до 4-х лет. У меня в Новой Зеландии, естественно, такого времени не было. У меня там было месяца 3, наверное, перед тем, как виза закончится. И я как бы подался на спонсорство штата Западной Австралии и получил пиар. В Новой Зеландии прохладно, и мне, честно говоря, не понравилось там. Там даже летом бывает ветрено, промозгло и влажно. Страна красивая, но для того, чтобы быть туристом. Можешь как-то сравнить Австралию и Новой Зеландию, плюсы, минусы, где лучше? Или вот Австралия это прям один сплошной плюс, а в Новой Зеландии проигрывает? У меня есть старый друг из Новой Зеландии, зовут его Виталя. И мы с ним даже записывали видео на мой канал, как раз именно по этой теме. Всегда с ним встречаемся, разговариваем. И я лично ни одного субъективного плюса Новой Зеландии найти не могу, к сожалению. Ну для себя, может к счастью, к сожалению, для тех, кто там живет. Потому что объективно Австралия лучше по климату, здесь как бы сравнивать нечего. Здесь есть много климатических зон, здесь в 5 раз больше населения. Здесь индустрия есть, не только там винодельные и сельское хозяйство, как в Новой Зеландии, там овцеводство. А здесь есть и майнинг, и строительство, и производство всяких механизмов. Раньше вот машины производили, химическая промышленность здесь есть. Это как сравнивать, наверное, может быть, от счастья Канаду и США, если можно так сказать. Хотя я не там нет. Ты имеешь в виду, Канада бы проиграла? В США 400 миллионов человек живет, в Канаде, я не знаю, миллионов 70, наверное. У меня, честно говоря, климат потом, это как бы, как сказать, флешбек такой, если назад отматывать, вспоминаю. Мне климат не нравился, там приходилось всегда одеваться теплее, потому что влажность высокая, если дует ветер, промозглый климат, вот. Что еще могу сказать? По ценам меня всегда, меня очень удивляло, что томаты и огурцы, это сезонные овощи. Зимой там цена могла достигать до 18 долларов за килограмм, потому что все эти овощи завозят из Австралии. Сейчас, кстати, тоже цена на помидоры растет даже здесь. Ну, здесь она стоит, типа, 3,50, там она летом, типа, 3,55, а зимой подскакивает очень сильно. А вот, например, на съем жилья, вот если сравнивать. Съем жилья, я снимал тогда, как бы, грани хаус такой, в принципе, получалось не очень дорого, 380 долларов в неделю. Но это, опять же, был 2012 год. Я просто, у меня есть много ребят, которые работают у нас в фирме, они из Новой Зеландии, и очень многие приезжают, и они говорят о том, что вот это соотношение зарплаты там, как бы, меньше, а цены на все больше. Поэтому очень многие приезжают. Видимо, немного что изменилось с тех пор, как я там жил. Потому что там бензин, насколько я могу судить, стоит 2,50, потому что он тоже импортируется. Здесь он стоит, типа, 1,70, там, 2 доллара, это просто нонсенс. Да, и самая высокая, я видел там 2,20, по-моему, и то, это только когда началась война, там, год назад, как-то с логистика была связана. Вот по аренде, да, там очень мало жилья, потому что страна маленькая, земли просто мало. Вот, и все же хотят, конечно, жить в Окленде, там очень густонаселенный город. Что еще? Цены там высокие. Есть у меня знакомый, с которым недавно общался, там она, девушка одна из Хабаровска. Она там живет давно, но она говорит, что там уже цены под миллион и выше, там просто будет сарай. Там происходит такой кризис, что пенсионеры и люди в возрасте, кто вовремя не смог купить жилье, сейчас вынуждены жить в карван-парках и в венах во всяких. В Австралии в этом веселее, да, потому что земли больше и территорий, как бы, скажем, в Западной Австралии, там вообще почти никто не живет. Слушай, вот, кстати, переходя к теме Австралии, ты пожил в нескольких районах, да, насколько я знаю. Где ты жил и что можешь сказать, где тебе больше всего понравилось? Ну, я прожил в Окленде, потом я получил спонсорство штата Западной Австралии и поехал туда. По условиям мне нужно было прожить два года в Западной Австралии. В Перте? Ну, в любом части Западной Австралии. После этого я переехал в Сидней, прожил три с половиной года в Перте, прожил в Сидней четыре с половиной года, и вот когда ковид, немножко послабления случились, я в марте 2021 года переехал в Голдкост. Вот, сейчас я могу сказать, что Голдкост, наверное, пожалуй, самое лучшее место в Австралии, потому что я еще кое-где там попутешествовал, вот. А Перт, наверное, будет второе место, Сидней, крупный город, но это мегаполис, и там климат тоже прохладный достаточно. Вот, и, ну, дорого все, естественно. Платные дороги там, густонаселенные, для лавстайла там не очень качественные. Боже, эти платные дороги. Мы как-то раз там взяли машину напрокат, мы просто не знали, что там то, ну, вот если ты не хочешь, надо избегать, да, то и просто там сто долларов, там, за два дня мы заплатили за платные дороги. Да, там 15-минутный круг приходится делать через Западный Сидней, если не хочешь платить. Я так делал, потому что иначе там 100 баксов в неделю, если ты каждый день ездишь, типа, 5-50 в одну сторону, а если ты едешь еще из восточных регионов, какой-нибудь западный, в Парамату, там, то ты несколько раз пользуешься платными дорогами. То есть можешь 15 долларов отдать часа за одну сторону. Да, к сожалению. Но это, мне кажется, такой еще вечный спор вот жителя большого города, да, и такого, кто предпочитает жизнь поспокойнее. Ну, да, ну, Иркутск, он примерно сравним по населению, там, 700 тысяч, 698. С Голдкостом. Да, 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 да. Поэтому мне нравилось, как в Москве я бывала несколько раз, мне никогда не нравилось, только что я там хотела жить. У меня тоже так же, но, опять же, я тоже из Томска, да, который небольшое по населению, ну, это сравнительно с Голдкостом, в принципе, такой же, наверное. И тоже меня никогда не тянуло в мегаполисе. Сидней мне, кстати, нравится. Сидней прикольный город, у меня есть даже друг, с которым мы учились в музыкальной школе вместе. Тоже интересная история. Совершенно случайно я узнала, что он потом переехал в Австралию, в Сидней, через 15 лет мы с ним встретились, как вообще, вот они расставались. Хотя близко не общались, просто пересекались в музыкальной школе. Он абсолютно восторгивает Сиднея, ну, потому что он играет на саксофоне, он профессиональный музыкант. Для творческих людей, наверное, ездишь вернуться. Ну, да, 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 то есть ему вариантов-то немного особо. Не в Кернсе же, там, или в Таунс, или играть на саксофоне. Вот, и он говорит, что в Сидней, типа, есть все. Хочешь, там, 3 часа ты можешь на лыжах кататься, потом посерфить. В принципе, правда, да. Ну, мне нравится более тропический климат, как в Голдкости. Всегда привлекали эти картинки, там, баунти и так далее. Все в таком духе. Ну, а теперь ты живешь на такой картинке? Да, 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 да. То есть я поймался на мысли, что я думаю о Голдкости уже года два, и сейчас ковид случился. Ну, блин, прекрасная возможность переехать. Для меня это была прямо такая life-changing experience. Такой вопрос. Ты, получается, занимался наукой, да, ну, в России. Когда ты переехал сюда, удалось ли тебе найти что-то по специальности, или ты как-то пробовал себя в разных сферах, или чем ты занимался? Ну, у меня эмиграция самая такая, наверное, такая темная, темная история. Одна из тех, наверное, редких историй, которые бывают, потому что обычно у всех посередине. Айтишники где-то там где-то в золотом верху находятся, приезжают, находят, все хорошо. Есть люди без образования, которые им очень сложно. Я чуть выше них. Ничего себе чуть выше скандидатской. Ну, да, то есть я в России работал в науке. У меня кандидатская, там всякие статьи есть, все дела, конференции, научные исследования. В Новой Зеландии мне тут сложно было найти работу. Я там работал, как сказать, в филд-инженер, на геофизическую компанию. Просто мы там сканировали почву для стройки. А в Австралии, куда я переехал в западную, у меня год не мог найти работу. Ну, потом я нашел сразу же на нефтеперерабатывающем заводе BP, там в 45 минутах. И ставка у меня была 50 баксов в час, как бы, что сразу прямо скачок. Это была первая работа? Да, да. То есть у меня сразу получалось там 92-96 тысяч делать по контракту, в зависимости от того, сколько часов отработаешь. Почему уволился? Потому что была вторая нефтеперерабатывающая станция в Куинзленде, которую закрыли и часть персонала перевели в Западную Австралию. Соответственно, я сидел на контракте и меня попросили. Вот, поэтому полную ставку мне не удалось получить. Но теперь я узнал, что и ту нефтеперерабатывающую станцию закрыли. Часть людей тоже уволили, кому-то выплатили эти компенсации. Вот. И, ну, там кто-то еще остался. Сейчас просто... Видимо, сейчас все движется к зеленой энергии. Нефть в таком количестве не нужно перерабатывать. Вот. И потом просто мне, как бы, надоело искать работу, находить какие-то временные контракты. И я ушел и решил переехать в Сидней. А в Сидней ты сейчас занимаешься? В Сидней я работал на компанию, которая занимается всякой вентиляцией. Там вот микро-гребки, вот когда растут, бактерии растут на всех этих воздуховодах вентиляции. Они разрабатывали всякие спреи, мазилки, чтобы это предотвратить рост. Ты даже не знал, что такое бывает? Я тоже не знал, да. То есть вся подковровая там, вся там моха висит, все. Тут можно побрызгать каким-то химикатом. Ты помогали? Ну, да, да. Меня наняли как микробиолога. Ты разрабатываешь? Ну, я участвовал, да. Вот, потом, незадолго до ковида, буквально в ноябре 2019-го, я нашел работу в компании, которая сертифицирует пестициды и гербициды. Это средства по борьбе с грибками и насекомыми. Для китайских клиентов, которые, они, собственно, им нужно было получить сертификат от респектабельной лаборатории, какой являлась та, в которой я работал. Вот, и потом они смогли быть... Чтобы выходить на 1-2 лет, да? Exactly, да, точно. Чтобы потом можно было продавать по всему миру, что они показывают. У нас есть сертификат от австралийской компании, вот, и наш продукт, типа, классный. Но тогда потом случился ковид, меня наняли в ноябре 2019-го, в марте меня попросили, потому что, естественно, заказов не было из Китая, а я был самый последний, кого они наняли, соответственно, первым на выход. Да, слушай, так ты ковид просто сидел, получается, в Синне, или ты как-то чем-то тоже занимался? Ну, я тогда начал более активно снимать на видео, вот, для Ютуба, начал более активно вести Инстаграм, и поскольку я попал под ковидное сокращение, Центролинк был очень щедр ко мне, они выплачивали сначала по 1800 долларов в 2 недели, то есть где-то по 750 где-то получалось, по 700 долларов в неделю, что вообще хорошо. Ну, в принципе, можно. Первые 4 месяца или около того они платили, то есть я себя чувствовал хорошо. Ты был гражданином в Австралии? Да, я тогда получил уже, потому что я получил гражданство в феврале 2019-го, в январе 2019-го, то есть за полгода до ковида, то есть никто вообще не знал о ковиде. Хороший тайминг. Да, 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 я попросил, чтобы мне сделали церемонию на Австралии Дэй, потому что для меня это был очень, как бы, личный момент, и меня одобрили, да. Просто подалась, сейчас еще не знаю, то есть так можно. Я попросил, просто объяснил, почему для меня так важно, сказал, что 10 лет шел к миграции, к паспорту, это личная моя, как бы, очень, как сказать, цель такая. Слушай, классно, поздравляю с паспортом. Спасибо. Ну, немножко поздновато, да, но тем не менее. Ты, кстати, тогда я ролики для Варламова снимал, да? Да, да, тогда как раз я и начал снимать для Варламова, 4 ролика, помню, я с него снял, новости, как раз тогда был самый разгар ковида, и все интересовались, как вообще в других местах, в других странах происходит с ним. Ты рассказывал, как в Сиднее все было закрыто, да? Да, в Сиднее было все закрыто, но сравнивая с Викторией, допустим, там людей не арестовывали, не клали лицом на пол, как в Мельбурне, например. Вот, там просто вежливо просили обратно вернуться, если вы там слишком далеко ушли, или у вас нет веской причины, почему вы на улице. Потому что, напомню, кто смотрит, можно было только тренироваться и отходить от дома, типа, на 5 километров и на 1 час. И если еще, может, гуляешь собаку, либо если идешь за какими-то необходимыми покупками, допустим, еда. И все просто толпами там ходили вдоль пляжа, то есть пляж был закрыт, да, все прямо в собачке начали появляться, у всех там дети, кстати, потом через несколько месяцев я обратил внимание. Надо же чем-то заниматься. Да, 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 да. То есть ковид в Австралии это было такое. Люди, кстати, первый раз в жизни получали деньги и не работали. Я думаю, что в Австралии эти были дни очень, месяцы счастливыми. Наверное, тяжелыми для Австралии, для бюджета страны. Ну, да, я не знаю, сколько потратили денег, но это просто миллиарды, миллиардов долларов, я думаю. Ну, тем не менее, было, для меня лично было это как бы... Люди помогали, поддерживали. Да, то есть поддерживали, там, все радовались, там, кафе работали все на вынос. И, в общем-то, практически ничего не изменилось, только что немножко, конечно, нужно было маски эти носить там. Сейчас уже так, понимаете, странно, да, об этом. Ну, сейчас уже никто не помнит про ковид, хотя он был 3 года назад. У меня недавно коллега ковидом заболел, буквально вот на этой неделе вернулся. Я говорю, ты что, кто-то еще болеет, что ли? Он такой, ну, да. Слушай, ну, переходя к Голдкосту, чем ты занимаешься здесь? В данный момент я работаю на Голдкост Сити Канцел, то есть Совет Голдкоста. Я работаю по специальности химиком в лаборатории. И один из тех людей, кто отвечает за качество воды во всем Голдкосте, что меня, конечно, не может не радовать, немножко гордяк. То есть к тебе, если что, обращаться? Да, то есть мы тестируем воду, если там, допустим, в очистных сооружениях там недостаточно очищена вода перед тем, как ее сбрасывают обратно в океан. Либо из питьевых фонтанчиках мы там тестируем на углеводороды, на хлор, там на тяжелые металлы, на фосфор. А вся вода идет из одного источника? Нет, есть четыре этих станции. Пимпомар, Воробини есть. Нет, Элеонори, по-моему, так называется. У них, кстати, аборигенские названия, Мумба Бара, что-то в таком духе. Короче, четыре по всему Голдкоста. Я вот знаю Хинсдэн место в Голдкосте. Да, это... Голдкост и сама плотина принадлежат Австралии. Голдкост покупает воду у Австралии, потом чарджит клиентов и, соответственно, потом расплачивается с Австралии, с National, как бы, с правительством Австралии за купленную воду. Слушай, как интересно. Да, я не думал, что такое может быть, что может плотина... Можно покупать воду. Тебе нравится? Ну, хорошо, да. Это лучше, чем когда я был там на стройке какое-то время. А было такое, да? Было, да. Приходилось, как бы, ну, жить хочется, обратно ехать зачем? Нужно какого-то успеха достичь сначала, если уж. Если уж ехать обратно, то... Да, да, что-то я как-то не был воспитан, что нужно приходить, как бы, с подбитым, как бы сказать, перемотанным, подбитым там возвращаться. Мы не сдаемся. Да, да, мы же сибирячки, поэтому надо... Ну, и потом столько сил было потрачено. Я всегда себя, даже в самое темное время, когда было грустно, стресс там вокруг, снаружи, внутри, всегда подбадривал, смотри, и ты уже прожил здесь два года, столько сил вложил, столько денег потратил там, машину продал там, и сейчас возвращаться. Ну, и что дальше будет? А у тебя цель – получить паспорт. Если ты уедешь, то придется заново жить там 2-4 года, прежде чем можно подаваться на паспорт. Слушай, ну, вот ты сказал, была цель получить паспорт, да? Сейчас ты переехал в город, который тебе нравится, ты занимаешься делом, который тебе нравится, у тебя есть паспорт. Что дальше? Я тебе так скажу, когда я получил паспорт, сразу возник вопрос, а что дальше? Есть ли жизнь в Австралии после паспорта? Или порой ехать домой? И у меня был вакуум где-то месяца 2 или 3, я не знал дальше, какие цели большие ставить. Вот я достиг и 10 лет, и как бы шел. И вот, ну, потом, ну, работал, потом случился ковид, и вот ему, о, класс, ну, следующая цель, давно хотел переехать из Сиднея. Почему бы в Голгост не поехать? Мне он нравился всегда. И я переехал. Вот, и сейчас я, у меня не самая легкая эмиграция, честно сказать, я не знаю, стоит ли об этом говорить или нет, но у меня была жена, с которой мы познакомились еще в школе, и мы развелись там, и потом, короче, все это вниз пошло, и это сильно осложняло весь процесс эмиграции. Вы вместе переезжали? Да. Мы очень долго были вместе, потом 20 лет. Ну, много раз пытались как бы все это восстановить, но понятно, что не получалось. Вот, и ковид, конечно, тоже послужил таким толчком, и я переехал, и вот, и сейчас я снова женился. В марте 22-го года я женился на девушке из Чили, и я лично для себя ставлю отметку, что вот из того момента у меня началась как бы новая страница в моей жизни. Точнее, даже сказать, с августа 2021-го, когда мы с ней познакомились. Вот, так что... Встречи, которые изменилось, и все. Да, да, да. То есть мы через неделю поняли, что мы прекрасно совпадаем, как бы нет смысла ждать, и через 3 месяца я начал думать уже о предложении. Через 5 месяцев я сделал предложение, через 7 мы женились. В июне, получается, через сколько там, 9 месяцев мы ехали на Новую Каледонию, в Медовый месяц, и вот сейчас у нас сыну 2,5 месяца. С чем я вас и поздравляю? Это так мило. У вас в Инстаграме постоянно выходят вот эти истории, да, о том, как у Кристофи родила. И все, мне кажется, наблюдают с таким интересом. Ну, да. Те, кто за мной фолловит, давно, 4-5 лет, есть даже один человек, который меня фолловит с 2014-го года. Он на этой волне, на моем Инстаграме, приятно, конечно, он переехал в Канаду. Вот. И многие отмечали, что я, конечно, расцвел после того, как я познакомился с Кариной. Я сейчас тоже сам ощущаю, что я очнулся, как от какого-то литургического сна, о котором... Слушай, просто потрясающе. Да. Даже вот этот вопрос мой по поводу того, что дальше у меня как-то отпадает после вот такой истории. Ну, я хотел бы, да, тут обозначить, что нужно просто продолжать двигаться дальше, и там неизвестно, что будет. Потому что иммиградация непростой процесс, и она показывает вообще... меняет людей и показывает... обнажает то, что скрыто, как бы как слон под ковром. Все знают наши страхи, но никто не хочет их видеть, какие-то проблемы внутри и снаружи решать. А здесь ты один, некому помочь, и как бы ты либо... И денег... У меня были моменты, когда денег на обратный билет не было. То есть, если только на улице жить, а то останется. Так что вот. Поэтому просто как бы вынуждает тебя действовать, понимаешь? А скажи, вот, наверное, так завершая, напоследок у меня такой вопрос. Есть ли у тебя какой-то совет для тех, кто только думает про иммиграцию и не решается? Есть ли что-то, что ты мог бы сказать? Есть. Я себя отслеживаю по себе. Если я понимаю, что вот все факты здесь, у меня перед лицом, единственное, что меня останавливает от действия, это только страх. Я просто беру, сразу действую. Вот. То есть, как бы не тратить время на сомнения? Иначе начнется эта вот какая-то циркуляция этих мыслей, потом депрессия, потом само поедание, и ничего хорошего из этого не выходит. Потом начинаешь сам себе отмазки придумывать? Да, отмазки. И потом просто и злой становишься, и жизнь все равно хуже только станет. Потому что ты уже, эта мысль уже посетила твою голову. Это к чему-то, если она не посещала, то ты счастлив. А если посетила, то уже придется действовать. Или как-то отбросить. Ну, мечты они такие, они не умирают никогда. Я слышал такое выражение. Если она есть, то лучше ее реализовывать. Такой классный совет. И мне кажется, на этой позитивной ноте мы, наверное, с тобой закончим. Спасибо тебе большое, что согласился на запись интервью, поучаствовать в моем канале. Спасибо тебе за приглашение. Спасибо за свою историю. Давай. Всем пока. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилась история Александра. Не забывайте переходить по ссылке в описании, чтобы узнать чуть больше про мою историю. Ну, а я буду надеяться, что вам понравилось это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.